Андрей Чиликин может рассказать о любом экспонате в Железнодорожном музее. Большую часть жизни он посвятил этой профессии. Стал путейцем сразу после армии. Проработал в отрасли не один десяток лет. За это время структура очень изменилась. Подвижной состав стал заменяться, так как все остальное устаревало. И это железнодорожная инфраструктура в виде искусственных сооружений. Там же досталось на свете порядка 24 тоннеля, 618 мостов, 803 водопропускные трубы. Было 127 железнодорожных станций. Все они были оборудованы вокзалами. Музей является уникальным не только для области, но и России. Железнодорожная техника Сахалина особенная. Здесь, в отличие от материка, была узкая колея. Кроме агрегатов, здесь хранится множество других интересных экспонатов. Документы, униформа, система связи и сигнализации от колоколов до керосиновых фонарей. И, конечно же, передвижные составы, которые колесили по острову в разные эпохи. Всего на открытой площадке представлено 32 образца. Один из самых ценных – паровоз Д-5122. Для Южно-Сахалинска в Японии было изготовлено и поставлено 30 экземпляров. Этот четверочку, Д-51-4, его вообще хотели забрать в Санкт-Петербург. Там самый большой музей у нас в России. Железнодорожные техники. Вот хотели его туда забрать. Но благодаря нашим руководителям Сахалинского региона, собственно говоря, ветеранам железнодорожного транспорта на Сахалине, вот отстояли его. Здесь можно увидеть старые японские платформы и снегоочистители, а также паровозы и тепловозы раннего советского периода. Собрали тепловоз в 1992 году на Камбарском машиностроительном заводе. Всего на Сахалине было 6 таких единиц. Этот экспонат переоборудовали в Шрека-Ротер, и он проработал на участке Холмск-Невельск до 2020 года, пока его не перешили на колью 1520 миллиметров. Примечательно, что эта техника до сих пор на ходу. История Сахалинского филиала Дальневосточной железной дороги полна интересными событиями и фактами. Но главная ценность – это моменты жизни реальных людей, посвятивших себя отрасли.